Владимир Путин не поддержал отмену ограничений президентских сроков, но выступил за возможность вновь баллотироваться после принятия поправок в Конституцию. Путин согласился участвовать в новых выборах президента при двух условиях. Если россияне проголосуют за поправку по президентскому сроку и если это одобрит Конституционный суд. При этом ближайшие президентские выборы состоятся в 2024 году. При этом президент не поддержал поправку о досрочных выборах в Госдуму. Вот что сказал Владимир Путин, выступая в Госдуме и комментируя поправку, которую предложила депутат Валентина Терешкова. Предложения, которые высказала Валентина Владимировна Терешкова, в принципе, тоже понятны. Первое. Исключите с Конституцией количество сроков, на которые может избираться высшее должностное лицо страны президента. Похожая, по сути, идея прозвучала на недавней моей встрече в Петербурге с гражданами. Там один из ветеранов как раз это именно и предложил. Я тогда сказал, что не хочется возвращаться ко временам Советского Союза. Не скрою, был некорректен. Потому что во время Советского Союза никаких выборов-то и не было. Там всё решалось достаточно келейно, либо в результате внутрипартийных каких-то там процедур или интриг. Сейчас абсолютно другая ситуация. Сейчас нужно идти на выборы. Формально сегодня можно было бы отменить ограничения по срокам. Тем более, что во многих других странах, в том числе у наших соседей, такая практика существует. Никаких ограничений по количеству сроков избрания главы государства нет. Кстати говоря, и за океаном в тех же штатах поправка в Конституцию, которая ограничивает количество сроков двумя, впервые появилась только в 1947 году. И только в 1951 году её ратифицировали все штаты. 1951 год не так и далеко с точки зрения истории совсем вчера. Кстати говоря, прецеденты избрания больше двух сроков были в тех же штатах. И почему? Смотрите, Великая депрессия, огромные проблемы в экономике, безработицы и нищущих счетах в штатах на тот период времени. Потом Вторая мировая война. В условиях, когда страна переживает такие вот потрясения, конечно, а в нашем случае мы ещё не всё преодолели после развала Союза, это тоже понятно. Стабильность может быть и важнее и должна находиться в приоритете. Но когда политическая, экономическая, социальная сфера обретает внутреннюю устойчивость, когда государство становится, безусловно, более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план, безусловно, выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два и даже не на десять. Я надеюсь на более отдалённую историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. В этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому считаю всё-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. Второе предложение, по сути, означает снять ограничения для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. Ну и разумеется, только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. Если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона Конституции. Давайте не будем забывать, мы ведь принимаем не новую Конституцию, а только вносим в неё значимые, но всё-таки отдельные поправки. В случае принятия Федеральным собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, о котором сейчас говорю, его обязательно нужно будет направить для оценки и официального заключения в Конституционный суд Российской Федерации. И обращаясь к гражданам, хочу сказать, как вы, дорогие друзья, решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет. Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем ещё очень много хорошего. Во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет. Спасибо. Владимир Путин заявил, что не видит необходимости прямо сейчас в досрочных парламентских выборах. Депутат Карелин, который эту поправку предложил, в итоге и снял её с рассмотрения. Вот что сказал Путин насчёт этой поправки. Относительно позиции Александра Александровича Карелина. Необходимости новых досрочных выборов в Государственной Думе. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. А значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в засрочных выборах Государственной Думы. Ещё раз скажу, ведь если граждане придут на участки 22 апреля и проголосуют, значит, они подтвердят новые полномочия Государственной Думы. Народ, единственный источник власти, скажет свое слово. Всё, вопрос закрыт. Госдума поддержала поправку Терешковой и одобрила во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию. Законопроект включает положение об ограничении числа президентских сроков, расширение полномочий парламента, закрепление социальной гарантии, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государства образующего народа. В среду Дума рассмотрит в третьем чтении законопроект об изменениях в Конституции, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Пленарное заседание начнется не в 12, а в 10 утра. С доклада председателя Комитета по гостроительству и законодательству Крашенинникова затем смогут выступить руководители думских фракций. Владимир Путин заявил, что не видит необходимости прямо сейчас в досрочных парламентских выборах. После этого Госдума сняла с рассмотрения поправку о досрочных выборах. В 2020 году ее обсуждали на сегодняшнем пленарном заседании. Депутат Карелин, который эту поправку предложил, в итоге снял ее с рассмотрения. При этом Путин не поддержал отмену ограничений президентских сроков, но выступил за поправку Терешковой, которая предусматривает возможность президенту вновь баллотироваться после изменения Конституции. И сейчас у нас на прямой связи со студией генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Вечер, добрый. Как вы думаете, какой социальный отклик найдут эти поправки? Ранее опрос ЦИОМ показывал, что 75% россиян боятся ухода Путина, а Песков назвал это эвентуальными страхами. На самом деле главный вопрос, когда пройдут президентские выборы, потому что у меня полное ощущение, что все-таки они состоятся раньше 2024 года. И, в принципе, Путин сейчас все более явно делает свою задумку, разъясняя нам. Вот сегодня, в принципе, возникла такая вероятность, что просто действительно будут обнулены его сроки, и он начнет с чистого листа и сможет снова баллотироваться в президенты. Я думаю, что не в 2024 году, а возможно, раньше. Потому что ничто не мешает потом сказать, ну давайте все-таки проведем выборы и спросим по новой конституции, население согласно с тем, что Путин с чистого листа снова начинает свой президентский срок или нет. И вот меня больше всего, конечно, пугает то, что решения становятся какими-то совсем простыми. Потому что вот когда Путин 15 января выступил с посланием, ваша дистанция спрашивала меня, ну вот как теперь вы видите, какие серьезные политические изменения, конституционные изменения. Я наивно говорил о том, что я пока ничего у Путина не услышал, никаких фундаментальных, принципиальных. И вы надо мной смеялись и говорили, ну как же, ну вот же, вот там обещал дополнительные полномочия парламенту, там Совету Федерации, Госсовет закрепить Конституцию. Ну и что? Ну закрепили мы Госсовет Конституции. И действительно совершенно неясно было, в чем принципиальная новизна вот тех идей. Я там не беру там закрепление детей в Конституции или Бога, оставим это в стороне. Мы говорим просто про то, что интересует больше всего, про разделение реальных полномочий между этими властями. Так вот, 15 января Путин никаких революционных изменений не сказал. Все стали обсуждать там, что произошла такая сенсационная реформа, что все сейчас совершенно по-другому. А теперь просто Путин фактически все точки Рандыра ставил. Он говорит о том, что, друзья мои, мы сейчас принимаем новую Конституцию, и это нужно для того, чтобы обнулить мои президентские сроки. И я остаюсь президента, потому что мы там начали уже лихорадочно думать, а как он куда? В Госсовет, или может быть в Союз безопасности, может быть с Санем-тренером партии, и еще вот этим, или же премьером, или же с Питером думай. А Путин подумал, два месяца искал, а зачем так сложно? Зачем мне вот, собственно, куда-то перемещаться? Потому что действительно все два месяца мы думали, что есть какая-то такая хитрая задумка, что Путин перейдет на другую позицию, будет поэтому перегруппировка каких-то полномочий, а потом нам говорят, да нет, вообще, вы знаете, а зачем так сложно? Давайте мы ничего не будем так перегруппировать, ну там, допустим, Дума формально будет назначать там министров. Хотя непонятно, как там, ну, премьера она и так утверждала, да. Раньше она утверждала, а теперь она будет назначать. В чем разница, непонятно. С Думой будут согласовываться фигуры каждого министра. А как это будет происходить? Ну, неважно, там разберемся. Или госсовет, который есть сейчас. Мы просто напишем, что он существует, и это будет в Конституции написано, да. А потом еще, говорю, выясняется, что просто Путин никуда не перемещается, а просто идет на следующий срок, потому что мы вроде как изменили Конституцию. Но все-таки сначала должен одобрить Конституционный суд и проголосовать о россияне. Эти два условия выдвинуты президентом. На этот вопрос, сами понимаете, давайте я промолчу. Ну, вы что, у вас есть какие-то вопросы, как проголосует Конституционный суд или россияне? Возможно, там будут какие-нибудь заминки. Давайте дальше. Потому что, ну, очевидно, как проголосует Конституционный суд и как 22 апреля проголосуют россияне. Ну, вот наверняка же найдутся же недовольные такими поправками. Вот активизируется уже оппозиция, подают заявки на митинги в мэрию. Это может как-то объединить оппозиционеров, сплотить их? Ну, времени очень мало, поэтому здесь, я поэтому и думаю, что, кстати, выборы президента будут раньше, нежели в 2024 году. Потому что здесь сценарий игры на опережение, он основной. То есть пока, собственно, оппозиция к этому не готова, надо быстрее все эти изменения провести. Поэтому, конечно, там будут и митинги, там и протесты. Но вот стратегически, вот если мы говорим про, собственно, сами выборы президента, то большой вопрос, какой результат, да, какой результат будет. Потому что 22 апреля, как вы знаете, там у нас нет пороговой явки. То есть в этом плане нужно просто получить большинство. При этом, да, я согласен с тем, что там какие-то вопросы могут быть с точки зрения результатов. Но вот с точки зрения того, как Путин пойдет на новые выборы, особенно, допустим, что это произойдет, скажем, в следующем году. И вот какая будет там просто конъюнктура нефтяная, экономическая, сколько будет стоить рубль, все это вполне может сказаться, конечно, на этом результате. Потому что одно дело голосовать за, честно говоря, такую там конституцию, которая не всем понятна, чего там меняется. Тем более Путин все время говорит, потенциал конституции не исчерпан, да, но при этом вроде как, то есть тут такая тоже парадоксальная ситуация. Все время людям говорят, что там что-то революционное, а что-то революционного объяснить не могут. И сам Путин говорит, вы знаете, это не новая конституция, потенциал старый еще до сих пор не исчерпан. Ну, просто это как бы такая хорошая возможность обновлить президентские шроки. Ну, прекрасно. Поэтому тут вопрос, конечно, может быть с явкой 22-го числа. Но еще раз говорю, люди, мне кажется, там не готовы еще к такому откровенно протестному голосованию именно против конституции, как против политической системы. А вот с точки зрения уже выборов в Госдуму и президентских выборов, ну, там вопросы, конечно, могут быть. Принятие поправок к конституции проходит на довольно сложном фоне, да, эпидемия коронавируса, обвал рубля и нефти. Вот такой фон, он играет на руку властям или наоборот как-то усложняет ситуацию? Нет, ну на руку он, конечно, играть не может. Почему? Ну, потому что, слушайте, когда у вас на 30% обвалилась нефть, исчезает на ушах, и рубль там, ну, там сейчас, ладно, чуть полегче ситуация, 72, там был 75. Но вы прекрасно понимаете, что это никак не способствует позитивному настрою и желанию голосовать за эту конституцию. Другое дело, что власть рассчитывает, что среднестатистический россиянин, он за границу ездить не должен, и в потреблении акцент должен делать на отечественной продукции, и она, по идее, подорожать должна не так сильно с 22 апреля. Поэтому есть надежда, что пока все-таки удастся проскочить, что называется, пока вот, собственно, таких серьезных экономических изменений еще не будет. Тем более, что у нас заверяют, что там резервы есть, ну, до 2 апреля точно дотянут. Вот еще раз говорю, а вот при более длительных сценариях, когда мы говорим про осень следующего года, да, или 22-й год, вот там, конечно, уже вопросов будет гораздо больше. Поэтому, безусловно, ухудшение экономической ситуации не способствует желанию голосовать за конституцию, но при этом пока не является для власти вот таким разрушающим, как, скажем, там, пенсионная реформа. Вот, если бы пенсионную реформу сейчас там одобрили, я думаю, вот это было бы шоком настоящим. Но власть уроки извлекла. Значит, маткапитал, горячее питание, то есть, в принципе, вы же знаете, что конституция сопровождается довольно мощными социальными аргументами. Есть какая нервозность, сейчас люди, конечно, так проснулись, типа, а денег точно хватит? Вроде как, если бы такое было успокоение, да, точно, 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 а сейчас раз цена упала, точно, точно, ну, пока хватит, пока не волнуйтесь. И я думаю, что пока, скорее всего, все волноваться точно не будут, вот, поэтому думаю, что пока все-таки ситуация еще контролируется власти. Спасибо. У нас на прямой связи со студией был генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.